Участок для голосования работает и в звездном городке Буково. Как наука обозначена в основном законе страны, узнавала Мадина Каракетова из Сауран. Ее репортаж. Гора Пастухова – одно из самых живописнейших мест в Карачаево-Черкесии. Днем отсюда можно любоваться красивыми видами Архыского ущелья и даже увидеть храмы древнего Аландского городища. А ночью любоваться самым красивым звездным небом, в том числе и в телескоп самого большого в России на сегодняшний день астрофизического центра наземных наблюдений за Вселенной. Конечно, вам предоставят любительский телескоп, а сами ученые наблюдают за небесными телами при помощи специального оборудования. Сауран располагает двумя крупными телескопами – шестиметровым оптическим рефлектором БТА и кольцевым радиотелескопом Ротан-600. В Сауран работает более 400 человек и четверть из них – научные сотрудники. Обсерватория также принимает международные научные конференции, на которые приезжают именитые астрофизики со всего мира. На последней конференции ученый-астрофизик из Франции Жан-Батис Соломон признался, что приехал сюда в первую очередь ради того, чтобы познакомиться с местным астрофизиком Дмитрием Макаровым и лично пожать ему руку. Большой телескоп, азимутный или БТА, считается крупнейшим в России и его до сих пор используют не только российские ученые, но и ученые из разных стран. А вот радиоастрономический телескоп все еще остается самым большим в мире радиотелескопом с рефлекторным зеркалом диаметром 600 метров. Ученые-астрофизики могут часами рассказывать о Вселенной, звездах, про черные дыры, о которых мы не раз слышали, и малоизвестных обычным людям красных карли, как всю просолнечную систему. Например, БТА видит звезды на расстоянии 13 миллиардов световых лет, но все ученые мечтают заглянуть дальше, за пределы Вселенной, а для этого нужна государственная поддержка научного потенциала и финансирование научных исследований. И, возможно, именно благодаря поправкам в Конституцию российским ученым удастся сделать такой мощный шаг вперед. Одним из первых пришел отдать свой голос за поправки в Конституцию заместитель директора по научной работе САОРАН Дмитрий Курявцев. В Конституции закрепляется поддержка научных исследований в Российской Федерации, направленность исследований на поддержку приоритетов научного развития, установленных в Российской Федерации. Нужно сказать, что поддержка оказывается и сейчас уже до принятия новой Конституции. Есть большое количество программ конкурсных, по которым идет поддержка, есть базовое финансирование. Сейчас у нас поддержка отдельно по уникальным научным установкам, в частности, наших крупных телескопов РОТАН-600 и БТА. Момент того, что поддержка научных исследований отмечена в Конституции непосредственно, это, конечно, момент положительный. Избирательный участок под номером 123 в Буково для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию расположили в здании местной школы. Измерение температуры, вручение маски, перчаток и ручки при входе в стандартная процедура для каждого участника голосования. В Буково в списке голосующих 477 человек. Элеонора Долженко считает это своим гражданским долгом. После предъявления паспорта ставит подпись, берет бланк и направляется в кабину для голосования. Заполненный бюллетень погружается в прозрачную урну в присутствии наблюдателей и других участников голосования. Очень удобно и приятно. Я проживаю на территории территориально в городе Пятигорске Ставропольского края. И переживала по этому поводу, что мне придется как раньше идти брать где-то откреплительный талон, тратить свое личное время. И вот тут вот узнала о системе мобильного голосования, написала заявление на голосование по месту нахождения. Очень удобно. Все организовано. Средства индивидуальной защиты, индивидуальная ручка, дистанция в связи с событиями, которые сейчас у нас есть. Конечно, я исполнила свой гражданский долг. Я считаю, что это долг каждого гражданина, потому что именно Конституция у нас формирует гражданский характер страны и помогает самоидентификации наций. Разметка на полу, отдельный вход на участок и выход, санитарная обработка помещения. В течение каждого часа дополнительные меры безопасности. Голосование будет проходить в течение семи дней, чтобы избежать очередей, минимизировать контакты и обеспечить каждому гражданину комфортные условия для реализации своего права голоса. Говорит председатель избирательного участка. У нас обеспечивается тайна голосования. Есть специальные кабинки, но в этот раз они без шторок, чтобы люди лишний раз не трогали ничего руками. Сохранность бюллетеней обеспечивается полицией. Мы все бюллетени посчитали, опечатали, в сейф закрыли. И сейф у нас охраняет целых два полицейских. Уже сегодня на 11 часов утра по поправкам в Конституцию проголосовало 47 граждан России. Общероссийское голосование продлится до 1 июля включительно. Участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Мадина Каракитова, Али Баташев, Али Бастанов, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия, Букова.